Зима на этой неделе встретилась с весной и в календарном, и в погодном смысле. На севере Приднестровья был настоящий снег, а в лесу появились первые весенние цветы. Самый первый весенний цветок у нас расцветает белым и красным. Это мэрцишор. В этом году фестиваль в честь мэрцишора мы не проводим, но поздравить друг друга с началом весны нужно. Даже президент об этом написал. Легенды, похожие на молдавскую легенду о мэрцишоре, есть у многих народов, особенно у наших соседей. Похожие украшения из красных и белых ниток, например, дарят друг другу болгары. Откуда пошла легенда о мэрцишоре? Причем тут богини судьбы и евдоха, на которую всегда холодно, расскажет Регина Васильчук. Тонкий женский голос, сопровождающий движение крючка, верный признак того, что весна еще не наступила. Если женщины села заняты рукоделием, значит на дворе зима. Даже если календарь говорит обратное. Позволить себе вот так сидеть и готовить приданное можно только, когда в поле нет работы и за окном холодно. В зимние периоды времени мастерицы вышивали на ручниках узоры. Например, молодоженов символизировали голуби, повернутые головами друг к другу. Роза – это любовь, милосердие, юность. Когда ручники для крещения детей и венчания приготовлены, девушки берутся за красно-белые нитки. В молдавском селе Коротное хорошо знают. Весна начинается с мэрцишора. Каждому, кто приходит в дом, обязательно нужно его подарить. Мэрцишор носят месяц, а потом на дерево. И чтобы дерево было плодовое, чтобы год был хороший, счастливый, урожайный. Почему делать нужно именно так, мастерица Екатерина не знает. Ее так научила мама, маму-бабушка. Красивую легенду о спасенном подснежнике здесь рассказывают с самого детства. Но легенда – это скорее следствие, нежели причина возникновения праздника. Его корни восходят к древнегреческому богу Марсу, которого мы обычно называем богом войны. Но изначально Марс – бог живительной силы Земли. Не зря в честь него назвали первый месяц весны. Вообще традиция на грани зимы и весны, вот на этой границе временной, отмечать праздник гибели и возрождения героя – это очень древняя история. Она общая для стран средиземноморских в частности. И практически у каждого народа есть какие-то вот такие ритуалы. Видимо, потому что у человека есть потребность раз в год хорошенечко так обновляться, сливать какую-то агрессию и заново подниматься для света, для жизни. Вот когда это происходило все в рамках религиозных культов, это были традиции, были ритуалы, было совершенно понятно, что делать. Потом на смену язычеству пришло христианство. Праздники, которые не нашли себе места в новой религии, стали традицией, обрастающей легендами, где обязательно есть зло и герой, который его побеждает, проливая свою кровь. Существует легенда, согласно которой солнце спустилось на землю в виде девушки. Девушку похитил злой змей. Земля обратилась во тьму, но нашелся добрый юноша, который решил спасти солнце. Но увидеть приход весны сам юноша не смог. Он был ранен, и красная кровь стекала на белый снег. В память об этом люди сплетают нити красного и белого цвета. Две незменные нити – красная и белая – есть в каждой легенде Марцишора. Соединение этих цветов восходит к древнегреческим богиням судьбы – Мойрам, которые придут нити судьбы ребенка при рождении. Позже в традициях южных славян и молдаван Мойры превратились в старуху-доху или евдоху. Считается, что на евдоху всегда плохая погода. Эта весна сражается с зимой. Первый день зимы считается днем бабы-дохи. Баба-доха – это богиня сельского хозяйства. Старуха, которая должна умереть 1 марта, чтобы возродиться 9 марта. По логике древних людей, людей язычества, чтобы что-то возродить, оно должно сначала как следует умереть. Как пшеничное зерно, которое сначала в земле умирает, это только потом дает новый росток. Праздник, он, в общем, и светлый, про победу света и добра, но сама ритуальность вокруг него, она довольно драматическая. И в одной из легенд, молдавской легенде, Фетфрумос бросает вызов змею, и там героически его как будто бы побеждает, но и сам умирает в процессе. Это языческие, у этого мифа есть языческие корни. Это вообще такой универсальный практически миф о герое, который бросает вызов змею и сам погибает. Со временем легенды стали более светлыми, изменились и сами марцишоры. Ну, раньше были совсем по-другому. Нитки были другие, не такие яркие. А в наше время оно более яркое, более светлое, Ну, как наша жизнь. В этом году я делала марцишор в виде винограда. Очень красиво получилось. Он крупноватый такой. Его не будешь носить. Он просто как для коллекции. Сейчас можно сказать, что есть мода на марцишоры и тренды, которые меняются. Если еще несколько лет назад марцишоры носили только на одежде, то сейчас из красно-белых ниток делают украшения для дома и бижутерию. Браслет из бусин или атласных лент. Раньше часто использовали бисер, он не выцветает. Но больше всего ценится ручная работа из ниток. Это тоже объясняется легендой. У старухи Дохи была невестка, которую она недолюбливала. В один морозный день Доха дала невестке грязную одежду и приказала выстирать ее в реке. По мере того, как невестка стирала одежду, она становилась все грязнее и грязнее. Девушка в отчаянии долго плакала, когда к ней пришел марцишор и дал девушке волшебные цветоки и приказал идти домой. Когда девушка пришла домой, одежда стала белоснежной. Возможно, эта легенда так и родилась. Долгим зимним вечером в сельском доме за шитьем и песнями. Смысл-то у всех историй один. Приготовиться к новой жизни, которую олицетворяет весна. Егена Васильчук, Дмитрий Речкович и Дмитрий Ягодкин. Отражение.